И Джанака царь Ведехи сказал Я не знаю, почтенный, куда я пойду Так поистине я скажу тебе, куда ты пойдешь Говори, почтенный Поистине Инха Имя того Пуруши, который в правом глазу Его являющаяся Инхой Зовут скрыто Индрой Ведь боги таковы, что им приятно скрытое и враждебное открытое А то, что в образе Пуруши в левом глазу Это его супруга Верадж Место их соединения пространства в сердце Их пища, красный комок в сердце Их покров, то, что подобно сети в сердце Путь, по которому они идут Артерия, идущая вверх от сердца Как волос, расщепленный на тысячу частей Таковы у него от человека артерии Называющиеся хита и утвержденные в сердце По ним течет теськучие Поэтому этот атман получает как бы более тонкую пищу Чем этот телесный атман Его восточная сторона, восточное дыхание Южная сторона, южное дыхание Западная сторона, западное дыхание Северная сторона, северное дыхание Верхняя сторона, верхнее дыхание Нижняя сторона, нижнее дыхание Все стороны, все дыхание Он, этот атман, определяется так Не это, не это Он непостижим, его не постигается Неразрушим, ибо не разрушается Не прикрепляем, ибо не прикрепляется Не связан, не колеблется, не терпит Жила поистине Джанака, ты постиг Бесстрашия Так сказал я, Зневалкия, Джанака, царь Ведехи Сказал, пусть Бесстрашия придет к тебе, я Зневалка Ты почтенный, учишь нас Бесстрашию Позвонение тебе, вот жители Ведехи И вот я у твоих ног Я Зневалка пришел к Джанаке, царю Ведехи Он думал, я не буду разговаривать между тем Однажды, когда Джанака, царь Ведехи и Я Зневалка Разговаривали во время огнехотры Я Зневалкия предложил ему избрать дан Тот избрал право задать вопрос, какой пожелает И он дал разрешение ему И вот теперь царь первый стал спрашивать его Я Зневалка, какой свет имеет человек? Свет солнца Он царь, сказал Я Зневалка При свете солнца он сидит, ходит взад и вперед Совершает Деяние, совершает назад Это так Я Зневалки Когда солнце взошло, Я Зневалка Какой свет имеет человек? Луна служит ему светом При свете Луны он сидит, ходит взад и вперед Совершает Деяние, возвращается назад Это так Я Зневалка Когда солнце взошло, Я Зневалка Я Зневалка И Зневалка Какой свет имеет человек? Огонь служит ему светом При свете огня он сидит, ходит взад и вперед Совершает Деяние, возвращается назад Это так Я Зневалка Когда солнце Зневалка Я Зневалка Идет туда, где произносится речь Пусть даже там нельзя различить собственные руки Это так Я Зневалки Когда солнце зашло, Я Зневалка Зашла луна, погас огонь И замолкла речь Какой свет имеет человек? Атман служит ему светом При свете Атмана он сидит, ходит взад и вперед Совершает Деяние, возвращается назад Кто этот Атман? Пуруша, состоящий из познания Находящийся среди чувств Свет внутри сердца Оставайся одним и тем же Он блуждает по обоим мирам Словно думая, словно двигаясь Ведь находясь во сне Он выходит за пределы этого мира И образов смерти Поистине этот Пуруша, рождаясь И входя в тело, соединяется со злом Уходя и умирая, он оставляет зло позади Поистине у этого Пуруши есть два состояния Состояние пребывания в этом и в другом мире Промежуточное третье состояние сна Находясь в этом третьем состоянии Он видит оба состояния Состояния пребывания в этом и в другом мире И какой бы ни был путь По состоянию пребывания в другом мире Продвигаясь по этому пути Он видит оба Зло этого мира и блаженство другого мира Когда он спит, то забрав из этого Всеохватывающего мира вещество Он сам разрушает его Сам созидает с помощью своего блеска Своего света Он спит Здесь в этом состоянии Этот Пуруша сам бывает своим светом Там нет колесниц, нет животных Запряженных в колеснице Не бывает дорог, но он творит колесницы Животных запряженных в колеснице Дороги Там не бывает блаженства, радости, удовольствия Но он творит блаженства, радости, удовольствия Там не бывает водоемов, лотосных прудов, рек Но он творит водоемы, лотосные пруды, реки, ведь он творец. Об этом такие стихи. Починив сном то, что принадлежит телу, он не спит и взирает на спящих. Приняв сияние, он снова идет на свое место. Золотой пуруша, одинокий лебедь. Охраняя жизненным дыханием невысокое гнездо, Бессмертный выйдя из гнезда, он бессмертно идет, куда желает. Золотой пуруша, одинокий лебедь. В состоянии сна, идя вверх и вниз, Бог творит для себя многочисленные образы, Словно веселять с женщинами, смеять, словно даже видя страшные зрелища. Люди видят место его развлечения, его самого не видит никто. Поэтому говорят, пусть не будет его внезапно, ведь трудно вылечить того, кому он не возвращается. Однако, говорят также, этот сон у него тоже, что и состояние пробуждений. Ибо что он видит при пробуждении, то и во сне. Здесь во сне этот пуруша сам бывает своим светом. Джанако сказал, почтенный, я дам тебе тысячи коров, говори же ради моего освобождения. Он, этот пуруша, насладившись в этом глубоком сне, побродив вокруг, увидев доброе и злое, снова спешит, как он шел назад к месту сна. Что бы он там в этом состоянии не увидел, то не следует за ним. Ибо этот пуруша ни к чему не прикрепляется. Это так, ежевалка, я дам тебе почтенный тысячу коров, говори же ради моего освобождения. Он, этот пуруша, насладившись в этом пробуждении, побродив вокруг, увидев доброе и злое, снова спешит, как он шел назад к месту сна. Как большая рыба блуждает вдоль обоих берегов реки, то с одной стороны, то с другой, так и этот пуруша блуждает по обоим этим состояниям, состоянии сна и состоянию пробуждения. Как сокол или другая быстрая птица, устав от полета в этом пространстве и сложив крылья, направляется внизу, так и этот пуруша спешит к тому состоянию, в котором уснув, он не желает никакого желания, не видит никакого сна. Поистине, в нем находятся артерии, называющиеся хита, такие тонкие, как волос, расщепленные на тысячи частей, наполненные белым, синим, красновато-коричневым, зелеными, красным веществом. И когда он чувствует во сне, словно его убивают, словно его побеждают, словно его преследуют слон, словно он падает в яму, то из-за невежества он ощущает при этом тот же страх, который знаком ему в состоянии бодрствования. Но когда ему кажется, что он словно бог, словно царь, когда он думает, я есть все сущее, это его высший мир. Поистине, это его образ, поднявшийся над желаниями, свободный от зла и страха. И как муж в объятиях улюбимой жены не осознает ничего ни вне, ни внутри, так и этот Пуруша в объятиях познающая Атмана не осознает ничего ни вне, ни внутри. И поистине, это его образ, в котором он достиг исполнения желания, имеет желание лишь Атмана лишен желаний, свободен от печали. Здесь в этом состоянии отец не отец, мать не мать, миры не миры, боги не боги, веды не веды, здесь вор не вор, убийца не убийца, Чандала не чандала, паукаса не паукаса, нищенствующий монах, ни нищенствующий монах, аскет не аскет. За ним не следует добро, за ним не следует зло, ибо тогда он преодолевает все печали сердца. Хотя поистине тогда в состоянии глубокого сна, он не видит, поистине зрящий он, хотя не видит, ибо не разрушается зрение у зрящего, потому что не может погибнуть, но нет второго после него, нет другого отличного от него, что он мог бы видеть. Хотя поистине тогда он не обоняет, поистине обоняющий он, хотя не обоняет, ибо не разрушается обоняние у обоняющего, Потому что не может погибнуть Но нет второго после него Нет другого отличного от него Что он мог бы обонять Хотя поистине тогда он не пробует на вкус Поистине вкушающий он Хотя не пробует на вкус Ибо не разрушается вкус У пробующего на вкус Потому что не может погибнуть Но нет второго после него Нет другого отличного от него Что он мог бы попробовать на вкус Хотя поистине тогда он не говорит Поистине говорящий он Хотя не говорит, ибо не разрушается речь говорящего, потому что не может сгибать. Но нет второго после него, нет другого отличного от него, которому он говорит. Хотя поистине тогда он не слышит, поистине не слышит и он. Хотя не слышит, ибо не разрушается слух, не слушающего, потому что не может сгибать. Но нет второго после него, нет другого отличного от него, что он может сгибать. Хотя поистине тогда он не мыслит, поистине мыслящий он, хотя он мыслит, ибо не разрушается мыслью мыслящего, потому что не может погибнуть. Но нет второго после него, нет другого отличного от него, чем он мог бы мыслить, хотя поистине тогда он не осязает, поистине осязающий он, хотя не осязает. Ибо не разрушается осязание у осязающего, потому что не может погибнуть Но нет второго после него, нет другого отличного от него, что он мог бы осязать Хотя поистине тогда он не познает, поистине познающий он, хотя не познает Ибо не разрушается познание у познающего, потому что не может погибнуть Но нет второго после него, нет другого отличного от него, что он мог бы познать поистине. Не есть что-либо подобное другому. Там один видит другого, один обоняет другого, один пробует на вкус другого, один говорит другому, один слышит другого, один мыслит о другом, один наосизает другого, один познает другого. Он становится словно вода, один видящий недвойственный. Это мир Брахманова. Царь так Яжневалка наставил его. Это его высшая цель, это его высшее состояние, это его высший мир, это его высшее блаженство. С малой долей этого блаженства и живут другие существа. Когда кто-либо из людей здорово, богат, господство другими, в избытке вкушают все людские наслаждения, то это высшее блаженство людей. Стократное блаженство людей это однократное блаженство предков, приобретших свой мир. Стократное блаженство предков, приобретших свой мир, это однократное блаженство мира Гангхарвов. 100-кратное блаженство мира Гандхаровов – это однократное блаженство богов по деянию тех, которые благодаря своему деянию достигли божественности. 100-кратное блаженство богов по деянию – это однократное блаженство богов по рождению, а также просвещенного, освободного от лжи, непобежденного желанием. Сто-кратное блаженство богов по рождению – это однократное блаженство мира Параджапати, а также посвященного, свободного от лжи, непобежденного желанием. Сто-кратное блаженство мира Параджапати – это однократное блаженство мира Брахмана, а также просвещенного, свободного от лжи, непобежденного желанием. Это и есть высшее блаженство просвещенного, свободного о лжи, непобежденного желанием. Это и есть высшее блаженство этот мир Брахмана, о царь. Так сказал Яджня Вайлка. Джонака сказал, я дам тебе почтенный тысячу коров. Говори же ради моего освобождения. И здесь Яджня Вайлка испугался, подумав про судительный царь, и знал меня со всех границ. Он этот Пуруша, насладившись в этом сне, побродив вокруг, увидев доброе и злое, снова спешит, как он шел назад, с места пробуждения. Как тяжело нагруженная телега движется со скрипом, так же и этот телесный Атман, обременный познающим Атманом, движется со скрипом, когда человек не спускает дух. Когда истощается это тело, истощается от старости и неполезли, то подобно тому, как освобождается от куст плоту, манго или удумбары, или пипалы, так и этот Пуруша, освободившись от этих членов, снова спешит, как он шел назад, с места новой жизни. Подобно тому, как надзиратели, студии, возницы, деревенские старосты поджидают приходящего царя с едой, питьем, ночлегом, говоря, вот он приходит, вот он приближается, так же и все существа поджидают, знающего это говоря. Вот приходит Брахман, вот он приближается. Подобно тому, как надзиратели, суди, возницы, деревенские старосты собираются вокруг отъезжающего царя, так же и все жизненные силы собираются в час конца вокруг этого Атмана, когда человек испускает дух.